Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях присяжный адвокат Янис Зелманис. Добрый день. Добрый день. И журналист журнала уже теперь «Денос Бизнес». Один из самых опытных моих коллег. Я его знаю, вот мы сейчас до эфира обсудили 28 лет или 29 уже. Марис Кирсенс, добрый день. Добрый день. Мы сегодня поговорим о том, есть ли жизнь после кризиса. Конечно, она какая-то есть, но разные страны относятся к этому по-разному. И Янис Зелманис, который руководит компанией БДО «Латвия», он имеет информацию о том, как борьба с последствиями пандемии или с её второй волной разворачивается в других странах, не только в Латвии. То есть мы можем сегодня посмотреть на эту проблематику экономическую с точки зрения Латвии локально и с точки зрения окружающих стран глобально. Итак, то, что тревожит, наверное, всех, это спад мировой экономики, спад мировой торговли. И это довольно существенный спад, если не сказать очень существенный. Как на него реагируют разные страны, Янис? Какие сценарии, выходы из этой ситуации просматриваются? В чём разница подходов между условно богатыми странами и более такими нуждающимися, к которым и Латвия относится? Люсь, спасибо за вопрос. Добрый день радиослушателей, дождливый день. Я думаю, да, подходы в чём-то отличаются. Я думаю, одна из теоретических проблем – это роль государства в экономике, встанных, скажем, с традициями более богатыми, чем в Латвии, где государство играет некую регулирующую роль в экономике и подходы другие. Говоря о глобальном кризисе, в первую очередь, конечно, страдает туризм, и налицо действительно разные подходы. Есть страны, где всё-таки даже во время второй волны государственная поддержка не заканчивается. Ну и есть, наверное, подход, который недавно был озвучен нашим министерством финансов, что выживают только сильнейшие и делают спасение утопающего, делают рук самого утопающего. В общем, туристическая индустрия Латвии должна как-то или выкарабкаться, или погибнуть. Это, конечно, такой жёсткий эволюционный подход – выживают только сильнейшие. Я думаю, философская или стратегическая проблема в том, что уничтожать намного легче, чем созидать и создавать. Ломать не строить, да. Да, то есть это абсолютно правильно. И, соответственно, я опасаюсь того, что, конечно, туризм, он, конечно, не требует огромных капиталовложений в каких-то, скажем так, своих проявлениях, хотя строительство гостиниц достаточно капиталоёмкое с инвестиционной точки зрения и поддержания мероприятия. Тем не менее, общеизвестный факт, что туризм быстро восстанавливается и быстро достигает своего пика. В отличие, не знаю, от той же электроники или, не знаю, квантовой какой-то механики. Ну, то есть не нужны инновации какие-то для того, чтобы… Да, но более-менее приятный климат, грубо говоря, интересные какие-то культурные, исторические предпосылки и, ну, в принципе, там вкусная еда и дешёвое пиво – вот тебе рецепт успеха. То есть там ещё, дай бог, если есть какая-то культурно-историческая или литературная подоплёка, и вот феномен Праги вам налицо. Поэтому, ну, наверное, так, я бы вот такой краткий комментарий, что, да, это роль государства, поддержка и понимание того, что отрезать и убивать намного потом будет дороже восстанавливать. То есть такой, наверное, мой изначальный комментарий. Марис, вы готовили в журнале «Дэнос бизнес» такой существенный большой материал о туризме, как раз и разговаривали с людьми, которые в этом бизнесе работают. И тревожная новость, которую вы озвучили, это то, что многие гостиницы ждут окончания моратория на подачу заявок на неплатёжеспособность с тем, чтобы такие заявки подать. То есть реально мы стоим перед каким-то таким обвалом гостиничного бизнеса, чередой банкротств. И самое главное, что непонятно, ну, кому это выгодно. То есть если во всём мире там туристическая индустрия просела, вы привели цифры о том, что и в Лондоне там на 87% упал поток туристов, и в Нью-Йорке на 50%. Ну, то есть как бы налицо ситуация, когда, ну, это имущество никому не нужно. Или это только видимость? И на самом деле мы стоим перед рубежом передела собственности как раз в этой сфере. Ну, я думаю, тут сначала надо посмотреть на два вопроса. Вот первый вопрос. Никто не может сказать, ну, сколько долго это всё продолжится. Значит, в таких условиях наверняка первый вопрос, возможно ли консервация, скажем, гостиницы. И сколько стоит эта консервация, сколько её, то есть поддерживание в том, чтобы она не облупилась, ну, не свалилась. Это первое, что можно сделать. Ну, отопительный сезон. Всё понятно, но, значит, наверняка, значит, это какие-то затраты. Есть ли у хозяева гостиницы деньги, чтобы они, значит, ну, провели, можно сказать, такую, чтобы сохранить эту гостиницу? Есть или нет, это наверняка у каждого собственника вопрос. И второе, значит, у некоторых гостиниц, не знаю, может быть, даже у большинства, имеются кредиты на счёт того, что их построили, особенно те, которые строили. И, значит, отдали они или не отдали эти кредиты? И тогда вопрос, что будет делать тот, у кого они брали взаймы? Как они договорятся, значит, с хозяем гостиницы и что там будет? Это второй вопрос. И можно сказать, рядом как раз стоит вопрос, какая будет государственная политика, будет ли какая-нибудь поддержка или наоборот, скажем, они в гостинице, или, значит, те предприятия, у которых имеются гостиницы, они скажут, не знаю, не будет платить налог на недвижимость, не знаю, ну, за 2020 год, может быть, за 2021 год, если всё то же самое, да? Но это кому-то надо это решение принимать. Наверняка это решение должны принимать, если мы смотрим, что самые крупные гостиницы всё-таки в Риге, значит, наверняка это должна принимать Рижская дума, ну, я надеюсь, вместе с правительством. Иначе получится так, что кто-то засчитал, что там будет, ох, какие крупные налоги, значит, насчёт этого, а там оказывается, что люди не в состоянии заплатить, да? И продать это, значит, имущество, ну, не знаю, запись ценок тоже наверняка не имеет никакой ценности. Вопрос в другом. Если всё это продолжается, и здесь есть какие-то нюансы, которые уже просачиваются, разные, не знаю, скажем так, разные разговоры пока, потому что прогноза нет, нет никакого прогноза, будет, не будет, да? Одни говорят, что там восстановится, может быть, в 2020, в 2022 году, другие говорят, что не знаю, в 2024 году, это никто не знает. Но в связи с этим, если это будет продолжаться долго, не пару месяцев, не знаю, там один год, тогда вопрос, что будет, значит, те хозяева с этими гостиницами, что они будут превращать в общежитие, не знаю, тогда вопрос, кто, что за люди там будут проживать в этих общежитиях. Может быть, не знаю, кто-то придумает, что там, ну, не знаю, кто-то вернулся или из-за границы приехал, кто-то, что гостиницы, может провести это карантинное время. Не знаю, может быть и такое. Может быть, ещё какие-нибудь другие уникальные идеи, может быть, там появятся. Но, скажем, если в Латвии это, ну, сколько у нас там гостиниц, тогда подумаем, что у нас творится в Греции, да? Сколько там, что туризм дал ВВП в Греции, сколько там гостиниц, сколько, значит, там рабочих мест. Это не то, что в Латвии, да? Сколько там на туризм сидели не только те в гостинице, но там же были шофера, повара, не знаю, что там ещё. Вся эта индустрия, которая построена на туризм. Что будет, скажем, в Италии, да, в основном, где туристические районы были. А также, ну, я только две страны приведу. А то, что туризм везде упал, это всё верно. Так что вопрос, что будет делать не только в Латвии, да, по сравнению, скажем, в Греции, я думаю, что в Греции там… В Греции около 25% ВВП в туризм. Ну, вот вы понимаете, что это такое 25% ВВП? Это, ну, если в Латвии говорят, что у нас до таких цифр там, ой, как далеко, да? У нас около 8%. Да, ну, я думаю, что будет поменьше наверняка сейчас уже. И второй вопрос. В Греции где этих людей, которые были заняты в отрасли, где их подевать? Куда их, какую работу им дать, какое пособие, откуда брать? В Латвии, скажем так, у нас всё-таки есть какие-то возможности, ну, не всех людей из этой отрасли, но есть. Значит, если мы говорим насчёт тех, значит, туристических компаний, которые, значит, людям делали разные развлечения, да? Ну, путешествия, скажем, да? Ну, сейчас тоже возможно поехать в путешествие. Я знаю, что компании вот сделали как раз поездку в Грузию, да? Все люди знали, подписались, что они, приезжая обратно в Латвию, проходит карантин. Всё, так, так, всё нормально. Но, значит, если мы говорим, я не сговорил насчёт тех мест, где тепло, да, тогда там опять следующий вопрос возникает. Ну, скажем, ну, некоторым из нас нравился Таиланд. Так, так. Вроде бы можно было поехать через Хельсинки, в Бангкок прямой рейс имеется вроде бы из Хельсинки, да? Ну, вот, понимаете, тайландская сторона принимает только самолёты тайландские, тайландская компания, они не принимают Финаир. Значит, наш не может поехать туда хотя бы, ну, может быть, так и можно было сделать. Если мы говорим насчёт крупного хаба, который имеется в Стамбуле, то, если не ошибаюсь, Тургиш Айрланд в Ригу сейчас не летает, да? Думаешь, что нет? Нет, не летает сейчас, да? Значит, опять, возможность есть через Айрбалтик куда-то полететь, ну, тогда там всегда вопрос такой. Вот вы прилетели в ту сторону, ну, скажем, хотите отдохнуть. Если вам надо, карантин идёт, ну, что, той стороны, если там 10 или 14 дней, тогда, ну, сколько вы будете брать этот отпуск и вернётесь обратно в Латвию, опять вам будет 10 даться. Сколько это получается, да? То есть, получается, что туризм стал развлечением для очень богатых людей? Очень, очень богатых людей или у людей, у которых имеется деньги. Может быть, они что-то продали, может быть, у них, не знаю, выиграли в лотерею, извините. Ну, это тоже так возможно быть. Значит, это остаётся очень маленькая прослойка. Что делают другие, которые не могут? Значит, они делают наоборот. Они, скажем, едут на латвийские разные регионы, проходят там разные маршруты, что-то смотрят. И, можно сказать, что-то потребляют. Те люди, которые вот этим мелким туризмом занимаются, они говорят, что у них одно время вообще, ну, такого, значит, расцвета не было, потому что они не могли никак с этими людьми, ну, даже все желающие принять, да. Так что вот есть такие разные нюансы, которым туризм, если мы говорим, что всё-всё-всё плохо, да, тогда мы должны разделить тот туризм и тот маленький туризм, значит, от которого, значит, некоторые, ну, скажем, те, которые работают в регионах, они в этом году, скажем, получили очень хорошие доходы, и они не ожидали такого достичь. Как будет в следующем году? А мы этого никто не знаем. Хорошо. Ну, у нас есть государство, правительство, которое смотрит за процессами и предпринимает какие-то меры. Ну, вот, допустим, мы помним, что была когда-то введена такая программа «Сумка школьника», то есть, когда школьникам предоставляли возможность сходить в театр, и это оплачивало самоуправление, или ещё из каких-то фондов эти деньги выделялись, таким образом создавался приток зрителей и посетителей в учреждения культуры. Может ли, допустим, наше правительство в данной ситуации каким-то образом стимулировать этот внутренний туризм в условиях, когда реально большинству людей ни в Таиланд, ни даже в Грузию поехать невозможно, а как-то отдохнуть развеяться хочется. Вот, слышали ли вы о таких инициативах, или государство думает, что невидимая рука рынка всё сама как-то отрегулирует? Я думаю, что тут вопрос лучше задавать Янису. У них БДО есть, и как раз есть такой хороший материал, где можно всё это увидеть. Да, звоните телефонам 672-12-93. То, что, значит, и есть, в некоторых странах имеется ваучерная система, которая делает, можно сказать, такой купон. Если вы поедете, не знаю, в тот уголок, ну, извините, ну, тогда, ну, скажем, условно, курзами, да, то вы получите, значит, не знаю, там, скидку на 10 евро, не знаю, 20 евро, ну, вы поняли, да? В некоторых странах это имеется. То есть это скрытая субсидия вот этого бизнеса? Можно сказать субсидия, можно сказать, что это как-нибудь так, что мы стимулируем людей, чтобы они всё-таки, ну, поехали куда-то. Ну, вот там опять всегда возвращается этот вопрос, а там не будет скопотления людей, что там опять ковид будет и тому подобное. Так что там, можно сказать, у медали есть два вопроса. Ну, я бы ещё добавил, это как бы аксиома, классический подход к решению экономических кризисов. Это государство стимулирует потребление, само вкладывает. Ну, есть, как бы, скажем так, модернистский подход, да, опыт нашего кризиса 2008-2010 года, который, скажем, ну, многими авторитетными экономистами, в том числе и лауреатами Нобелевских премий, ну, считался достаточно уродливым способом продвижения кризиса, вернее, замораживания или экономии расходов, с тем, чтобы вывести бюджет на некое равновесие и тогда как бы создавать некие макроэкономические условия для того, чтобы экономика заново росла. Ну, классический подход, который… Так это же история успеха, Янис. Да, конечно, само собой. Ну, классика, скажем так, экономическая теория говорит, что времена кризиса, любое стимулирование потребления, оно необходимо. Потому что, как принято говорить, что кризис у нас в голове. Что происходит, когда, ну, а, нагнетается истерия по поводу ковида, по понятным и не очень понятным причинам, в том числе и люди начинают экономить на своих расходах, на своих затратах. А вдруг что? Да, неизвестное впереди. Да, то есть, ну, классические, да, закупка гречки и, так сказать, эволюционирующие… Ну, это как раз расходы, да. Да, мыло, соль. Спички. Да, не вклад. Ну, и это вызывает огромнейшую цепочку реакций в экономике, итогом которых становится просто остановление или пауза, или, в общем, ну, да, коллапс экономики. Поэтому, когда мы говорим, что, к сожалению, туризмом, на мой взгляд, мое ощущение, видение вот этого глобального кризиса, туризмом это не ограничится. То есть, да, как мы знаем… Он пострадал раньше всего. Ну, еще хочется цитировать классиков, да, то есть, раньше говорил, что банкротство – это, как бы, запор капитализма, и после него, значит, прочищается, и, ну, как бы, вырастает что-то новое, да, то есть, вот после этого запор, потому что кризис будет, он уже есть, не надо говорить, что он будет, он уже присутствует, только, я думаю, мы только в начале этого кризиса, ну, как мы говорим, что есть теория У-образная и В-образная, да, но мы в кризисе, и за туризмом потянутся многие-многие другие отрасли, да, и даже просто как побочный комментарий, да, мы туризм, типа, оставили на самовыживание, но при этом поддерживаем государственную авиакомпанию, да, которая, в принципе, тоже на 90% зависит от туризма, да, то есть, ну, если это, например, перестать поддерживать, ну, опять, значит, транспортный отрасль латвийской экономики, ну, наверное, еще более значимый, чем туризм. И так во всех странах, мы не исключение здесь, да, возможно, мы не Италия, не Греция, да, у нас туризм, по-моему, если я не ошибаюсь, 4% от ВВП, соответственно, может быть, если узко смотреть и, скажем так, очень, как мы так, обособленно выделять туризм, да, может, как бы по своим каким-то показателям туризм, ну, можно было бы и пожертвовать им, но в итоге, я думаю, что туризм он не закончится, и, соответственно, план преодоления кризиса, ну, как бы, наверное, должен быть сейчас на повестке дня у политиков номер один, правда, я его не вижу, если честно, поэтому никто из власти имущих, по-моему, еще нам не предлагает свои идеи по поводу преодоления кризиса в Латвии, ну, я думаю, он однозначно уже наступил, ну, и надо думать, чем, конечно, после другого кризиса есть утро, да, наступает утро, но оно, скорее всего, наступит через года два-три, не раньше, да, то есть мы как раз зашли в него, в этот кризис, и я думаю, что волна неплательспособности, один риск, отопительный сезон, но мы же знаем, что у нас же пособие безработицы платится не вечно, она ограничена 6-9 месяцами, соответственно, когда это все закончится, что тогда будет, да, считать, что каждая, скажем так, уборщица или официантка может сейчас стать IT-инженером, ну, это тоже, наверное, время требует, да, может, она, конечно, кто-то из них может стать каким-то другим при большой господдержке, но это будет не быстро. Соответственно, ну, так, такова реаль, да, нужно понимать, что в кризис все ожидают от государства, от самоуправления неких рациональных шагов по стимулированию экономики. Ну, по крайней мере, в сегодняшней ситуации мы видим, что поведение правительства диаметрально противоположное тому, которое было в 2008-2009 году, то есть тогда мы затягивали пояса, здесь у нас, ну, по крайней мере, внешне выглядело так, что правительство готово каждому протянуть руку помощи, выплачивало пособие за простой, но в первую волну ковида сейчас они, ну, как бы не объявляют никакого чрезвычайного положения, но меры, которые объявлены, они фактически равноценны тому, что было весной, при этом никаких пособий за простой и никаких обещаний помощи не звучит. То есть или деньги кончились, или все-таки правительство, так сказать, оценило возможности взять эти деньги из какой-то тумбочки и подумало, что, ну, тумбочка тоже закроется когда-то? Какие мнения на эту тему? Ну, во-первых... Почему поведение изменилось? Мы пока еще не знаем, изменилось или не изменилось, до сих пор мы этого не видели. Мы пока можем сказать, что мы еще не знаем, что будет дальше. Значит, почему? Значит, сейчас как раз правительство подготовило бюджет, уже вручило все им. Что мы видим в этом... В проекте бюджета. Ну да, что мы видим там? Мы видим, что ВВП будет расти на 5%. Да вы что? Ну так читайте документы. В мире минус 20, а у нас плюс 5? Подождите, подождите. Ну так смотрите, в 2021 году у нас в стране правительство знает, что будет прирост ВВП. Так? Так оно планирует. Так оно планирует. Раньше таких называли кремлевские мечтатели. Я не знаю, там насчет кремлевских или каких-то, но по крайней мере там так записано. Значит, если будет прирост ВВП на 5%, тогда зачем пособие? Ну пару месяцев это протянем, уже сейчас половина октября, ну там уже ноябрь, там уже рождество, ну так что там, протянем до января. Но вопрос, будет ли это ВВП расти на 5%, я не знаю. Потому что тогда мы уже смотрим назад. Мы вот сейчас говорим насчет этого, насчет ковида, насчет туризма и еще некоторых отраслей, которые это все потянуло. А у нас же надо смотреть у нас транзит, если не ошибаюсь, на 30-40%, или даже сейчас побольше уже упал. А он что, будет больше? После событий Беларуси, там наверняка белорусские грузы тоже будет поменьше. Так что... Финансовые услуги даже у нас практически законно. Ну вот, значит, еще берем следующее, что у нас в финансовой отрасли, тоже сказать, что у нас будет очень много услуг насчет экспорта, тоже вопрос, да. Тогда зададим следующее, еще вернемся к коронавирусу, да. О потреблении в тех странах, в Германии, которые у нас большой торговый партнер, да, по экспорту, или наоборот в Эстонии, в Литве, в Великобритании, которые сейчас выходят из Евросоюза, там что, прирост растет? А если мы смотрим на данные, правда, эти данные, если не ошибаюсь, за полгода там были, что в Европе торговля, ну то есть объем торговли упал, например, на 20%, 20-21%. Это много или мало? Следующий вопрос. Может быть, наши производители, те, которые производят разные товары, очень конкурентоспособны, и они, значит, там все продают, а конкуренты, не знаю, в Швеции, Литве, Эстонии ничего не продают, но так наверняка не будет, там наверняка есть какой-то там, где есть наш успех, где есть, ну скажем, какие-то у нас минусы, так что насчет того, что вся экономика будет расти, остается только один, это евроденьги, это фонды от Евросоюза, которые, значит, идут насчет поддержки ковида, да. Фонды или займы? Ну, там есть все, и то, и другое имеется, да, так что если мы эти займы можем вложить в дело, и, значит, создать те рабочие места или, по крайней мере, сделать так, что те рабочие места, которые имеются, они не сократились, ну это тоже вариант, да, и мы можем их толково вложить и из этого получить выгоду, и не только государство насчет налогов, но и люди насчет рабочих мест, и если мы еще можем ту продукцию или услуги экспортировать, очень отлично. Но вот такие, можно сказать, такие раздумья имеются. Но, скажем опять, если мы, мы должны будем посмотреть где-то в начале января, как, значит, вот этот весь бюджет на 21-й год смотрит не только Латвия, но и смотрит, скажем, Литва, Эстония и наши крупнейшие торговые партнеры, та же самая Германия, та же самая Великобритания, как они на эти вопросы смотрят. Потому что если в государство будет введены жесткие ограничения насчет распространения ковид, тогда вообще не шот какого выроста ВВП вообще там нету чего говорить, там надо говорить насчет, сохранить то, что у нас есть. И не только у нас, это будет, скажем так, в Европе, везде. Ну, Европа, по крайней мере, реагирует на опыт весенний так, что вводя какие-то ограничения для каждого человека индивидуально, она, ну, более мягко относится к генеральным таким ограничениям. То есть нет запрета полетов, например, да, совсем нет. Но все-таки какие-то полеты осуществляются из Риги, да, из аэропорта. Конечно, там это капля в море по сравнению с тем, что было, но тем не менее… То есть, чтобы закрыть все вообще, это лучше, чем закрывать все. Ну, то же самое дело, тогда получается, что, ну, кому нужен аэропорт, если там все закрыто. Ну да, еще есть, я думаю, один аспект, о котором мы мало говорим. Ну, скажем так, государство свою заботу о населении обычно, оно заканчивает одним решением. Ну, например, как сейчас, запретить спортивные, как бы оздоровительные, ну, не то что мероприятия, а возможности. Занятия. Ну, а теперь подумаем дальше, что же происходит. Ну, на дворе школьные каникулы. Значит, что с детишками происходит? Они сидят дома. Или ходят в гости друг к другу. Или ходят в гости друг к другу, или играют в электронные игры. Но в итоге, в принципе, на кого нагрузка? Ну, скорее всего, на семью, на маму. А это, что мама получила сейчас больничной, или кто-то оплачивает, доплачивает. То есть, не забудем, что самоубийство, психоболезнь и все остальное. Это же вы через это проходили. Март, апрель, май. Посидите в своей двухкомнатной квартире с семьей из пяти человек, три недели не выходя практически. Ну, и что с вами будет? Вы с ума сойдете. То есть, очень хорошо, что в заботе о населении закрыли спортивные занятия, что не очень в некую логику вписывается. А дальше следующие шаги, какая-то цепочка-то, она продолжается, а там наше правительство молчит. Дальше вы плываете, как хотите. Поэтому, мне кажется, это не совсем логично. Сняли открыть, например, туризм, то есть, какая у нас была реакция, когда сняли ограничения в летом? В июне, да. Да, в июне-виле летом. А кто-то подумал об анализах в аэропорту. Сейчас мы говорим, что туризм, выживайте, как хотите. Вы нам больше не нужны, содержать вас не собираемся. Ну, а то же государство, оно не додумалось или не понимало, что будут приезжать люди. Да, будет перенос вирус. Как его ограничить? Это чья забота? Туризм? Туристы должны были выстраивать, скажем так, пункты сбора анализов? Или всё-таки это государственная функция? И теперь вопрос. А кто в ответе за ситуацию? Ну, естественно, наше государство ни за что никогда не отвечает. Это называется политическая ответственность до следующих выборов. Но мы-то понимаем, что в жизни всё намного сложнее. Цепочки выстраиваются очень длинные. И в данном случае является ли это вина туристической отрасли, или всего общества, или власть имущих, что у нас такое резкое распространение зараженности или пандемии? Да? Ну, очень многие смотрят на вот эти сводки с фронта, что называется, да, с ковидного, с неким скепсисом, потому что тот же Центр контроля и профилактики заболеваний публикует общую статистику смертности, допустим, с начала года. И из этой статистики видно, что от обычного гриппа умерло в три раза больше, чем от ковида, да. Ну, и смертность от обычных других заболеваний, она тоже, к сожалению, никуда не делась. И более того, вот буквально пару дней назад или вчера я читала интервью врача, который сказал, что очень увеличилось количество запущенных онкологических заболеваний, потому что люди не могут своевременно обратиться к врачу или не могут попасть и так далее, и так далее. То есть получается, что мы, как выражался там один из наших политиков, из одной канавы попадаем в какую-то другую, и при этом, ну, это общее нагнетание в Европе и в мире, оно, конечно, никуда не девается, и Латвия это просто часть. Мы понимаем, что это не Латвия руководит этим процессом, но насколько это, ну, действительно обоснованная политика, и есть ли у неё какая-то подоплёка, если говорить о теме нашей передачи? Ну, там вам наверняка надо приглашать каких-нибудь медицинских экспертов, которые бы этим сказали, но я бы, я могу только надеяться, что больше таких ошибок, которые, значит, были в здравоохранении, ну, значит, сделаны, вот это первый кризис, можно сказать, коронавируса, потому что если люди не могли попасть в больницу, они просто, как вы сказали, либо запустили эту болезнь, либо они уже с компликациями на скорой привезли их туда. Вот это, я думаю, что никак не должно допустить ещё раз, потому что я не знаю, сколько людей там потеряли работоспособность, сколько, может быть, извините, ушли в другой мир, иной, и, может быть, ещё есть какие-то, ну, то, что у них осложнения появились. Это не должно больше повториться. Вот это самый главный вопрос. И, по крайней мере, пока я не вижу таких симптомов, чтобы закрывали, что всё. Я понимаю, да закрыли, что нельзя там посетить или посещать в больнице. Это понятно. А вот, чтобы, ну, больницы там отказывались принимать, каких-нибудь больных или поликлиники отказывались, ну, такого пока ещё нет. Или, ну, человеку есть там, ну, он подготовился к какой-нибудь манипуляции, там, ждал-ждал, я сказал, нет, ну, ты ещё там подожди, не знаю, сколько там надо подождать. Я надеюсь, что такого больше не будет. Потому что, ну, если то, что вы сказали, что мы, значит, лечим и пытаемся как-нибудь протестировать этот ковид, да, этот вирус, и тогда, ну, пусть те, у которых имеются какие-то осложнения, ну, если они выживут хорошо, ну, я думаю, что это неправильно, по крайней мере. Они должны получить ту медицинскую помощь, которая им нужна. И сейчас, я думаю, что такие ошибки больше не будет, по крайней мере, в Латвии. Я не знаю, может быть, в других местах что-нибудь такое будет, но я думаю, что не будет такого больше. Но то, что, значит, все эти цифры какие-то, ну, это, ну, не знаю. Я надеюсь, что они верны цифрам. Но там тоже, в некоторых государствах тестируют столько людей, у нас там столько людей. Там и какие-то цифры, ну, там тоже надо смотреть. Там один человек, я одного лично знаю, который, значит, прошел тестировку, я снимаю четыре или пять раз. Ну, он же всегда в этих цифрах, что я его там протестировал. А что бы было, подумаем так, а что бы было, если в Латвии, вот скажем, завтра взяли и всех протестировали? Какие цифры бы получились потом? Какие цифры? Что мы бы делали тогда, если мы всех протестировали, и всем понятно бы, кому есть, кому нет, или что там, да? Ну, и тогда вот, вот тогда я не знаю, что случится. У нас есть возможность принять телефонные звонки наших радиослушателей 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефонные в студии, звоните. И наши гости, это Марис Тирсенс, журналист ДНС Бизнес и присяжный адвокат Яни Зелманис, ответят на ваши вопросы или выслушают ваше мнение по поводу того, как сегодня происходит экономическое развитие и каких, ну, в будущем нам стоит ждать шагов, может быть, со стороны правительства в отношении населения. Ну, вот мы смотрим на развивающиеся события, мы видим, что очевидно, какие-то отрасли, какие-то группы населения проседают в своих доходах и в своих возможностях, возможно, это вызовет переделы на рынке, уход одних компаний, приход других. Но вот чисто для обывателя кризис – это какие-то возможности. Вот какие-то возможности могут быть? Наконец-то купить квартиру, которая подешевеет? Ну, да, то есть кризис хорош для тех, у кого есть ликвидность. У кого деньги на счету? Ну, да, ликвидность, доступ к инвестициям или доступ к ликвидным средствам, то есть собственным и заемным. То есть в кризисе все становится намного дешевле. То есть целый ряд и услуг, и активов, они падают в стоимость, и, соответственно, очевидный шанс как бы перестроиться и вложиться в каком-то новом бизнесе. Но я не думаю, что, скажем так, туризм не настолько уникален и креативен, но как он есть, если говорить узко о латвийском туризме, там есть большая возможность. То есть есть только одна возможность – дешево купить банкротировавшую гостиницу и запустить ее через год-два. Ну, вот, в принципе… Подержать пока. Да, маневр. Или купить дешево помещение ресторана, если у тебя есть, скажем так, достаточно свободных средств, и через год его открыть. Да, у нас есть звонок, давайте послушаем. А, вот уже отключился звонок, а мы все-таки его послушаем. Да, добрый день, говорите. Надевайте наушники. Алло. Добрый день. Да, добрый день. Да, добрый день. А вот как к присяжному адвокату у нас такой вопрос. А почему у нас нет защиты тех предпринимателей, когда вы в карантин и вообще в ковид, не было тех предпринимателей, которые остались на рынке, которые вообще не закрывали свое предприятие, которые работали на свой страх и лист, люди приходили к ним работать, не просили никакой помощи, платили им все зарплаты, в принципе, которые были, платили все налоги, им вообще никакой вот, ну, просто ничего, вот, как мне, не было, да. Хотя бы, я просил, уменьшить бы налог на рабочую силу в это время. Да, снизили бы. А тем добавили, ну, платили кому-то, предприятие закрыли по 700 евро, платили денег. Спасибо, понятно. Ну, было бы, конечно, здорово, если мы получали какие-то пособия или премии во всех случаях жизненные. То есть, когда нас увольняют или когда мы платим зарплату. На уровне ощущения я поднимаю, но я думаю, что, скажем так, роль разумного государства или правительства, конечно, пытаться поддерживать таких бизнесменов, скажем, уменьшением бюрократического, скажем, бюрократизма или бюрократического давления, избавление от каких-то проверок в службе госдоходов, но ожидать, что, скажем, эти люди будут получать реальные субсидии, хотя переговор с той же службой госдоходов о каком-то графике, уплаты, скажем так, налогов в более длинные сроки – это возможно. На самом деле я это проходил, и это подтверждается жизнью. Ну, отложенные налоги – это тоже удавка еще-то. В данном случае предприниматель говорил о том, чтобы, скажем так, реформировать систему обложения доходов на рабочую силу. Это более длинный процесс, это вопрос политического компромисса, это вопрос коалиции и, в конце концов, реформы налогового законодательства. Ну, кстати, Литва пошла на это. Да, они вместо пособий за простой сразу компаниям, которые попали в отрасли, затронутые этим кризисом, сразу предложили возврат уплаченных налогов. У нас есть еще звонки, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Знаете, вот непонятно, с одной стороны, государство говорит, сидите дома, потому что карантины привозят с ковидом, там много людей. С другой стороны, туристические эти рекламы дают, давайте ездите туда и ездите сюда, там Греции, не Греции. Это же понятно, что они привезут, скорее всего. Но как тут делать? Что делать простому обывателю? Что делать обывателю? Выключить телевизор. Да, давайте еще послушаем. Звонок, добрый день, говорите. Здравствуйте. А почему никто не говорит, что вот это положение в экономике в основном связано с чем? С хорошими, в кавычках, отношениями с Россией. Вот это запрет ВНЖ, да, сколько там потеряли денег. Транзит сейчас отвернулся, да, 70%. Так, что-то... Изгнание российских денег вы забыли еще. Да, 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 да. Почему вы это не говорите? Вы налаживаете отношения с русскими, с Россией налаживаете отношения. Вы прям как Макрон. Или вы хотите сами себя... Вот курица золотые яйца несет, да? Зачем вы все курицу порезаете? Ясно, поняла. Понятно ваша позиция. Да, спасибо. Ну и Янис. Мне за Россию отвечают. Опять за Россию отвечают. То есть, конечно, мы и вы, да, это, конечно, хорошая постановка вопроса. То есть, эти вы, это не я. Но, конечно, глупо. Понятно, что это все глупо. Но, к сожалению, и в России не все так идеально в данном случае с точки зрения экономики. Они тоже проходят кризис. Поэтому будем как бы чуть более объективны. Понятно, для маленькой Латвии понимание фактора большого соседа и налаживание каких-то рациональных взаимоотношений – это вопрос, я думаю, определенно. Я думаю, кстати, этот кризис, он еще раз его актуализирует очень серьезно. То есть, наше место в глобальном мире и кто наши соседи и друзья на самом деле, с кем нам проще или выгоднее делать бизнес, поверьте моим словам, это будет настолько актуально весной следующего года, как никогда. Почему весной именно? Ну, потому что мы потеряем последнее отложение жира, которое, если о таком можно говорить. К весне мы выйдем, как бы проснемся и будем очень-очень-очень, скажем так, изнуленными. И, соответственно, вот вопрос, куда, где, скажем так, живя в условиях рыночной экономики и конкуренции, где, куда и с чем мы сможем пройти в другие рынки, с какими товарами, с какими услугами. Поэтому, я думаю, скажем так, вопрос рациональных отношений с нашими восточными соседями, включая Россию, Белоруссию и Украину, нам придется к этому возвращаться, переоценивать. Мы же не признали Лукашенко, мы же сказали, что он узорпатор и все. Ну, да. Ну, а дальше-то что? Ну, не признали. Ну, послал, иди не теперь. Да, ну, хорошо, а чем мы заменим белорусский транзит и кто за это заплатит? Ну, наш Рижский порт, например, еще пару лет назад посчитал, что если вообще никакого транзита не будет, у них 16 миллионов тонн останется все равно каких-то. Ну, они, помните, посчитали в свое время, что китайцы начнут вести, чудо произойдет. Ну, и оно произошло? Ну, не знаю. Ну, оно не произошло, здесь нет ни одной тонны китайского товара. Соответственно, ну, я говорю, этот кризис, он многое. Потому что я... Расставить по полкам? Я еще весной говорил в телевидении, что, понимаете, ковид начнется как медицинский кризис, потом он перестет в экономический и закончится политическим. Интересно. Так, у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. А что нам парит вообще? Представляете, у нас президент все знает. Чтобы хорошо жилось, надо повышать латвийскому, думать по-латышски и так далее. Нет, еще сейли он нашел у нас, он выделил новый регион. У нас на Милдрид новая звезда появится. Представляете, это горе для Латвии, а не президента. Ну ладно, он живет в своем мире, да. Ну, хорошо, мы уже в Латвии, мы можем хотя бы свободно высказывать мнение о своих руководителях. 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 Ну, я. Я бы добавил то, вот вы спрашивали, кто, значит, самый, ну, может быть, выигрыш. Значит, выигрыш компании, которая занимается фармацией, те, которые, значит, предлагают лекарства фармацевтика, те, которые, значит, продают те продукты, конечно, эти медицинские услуги. Людям они всегда будут нужны. Ну, и, во-вторых, люди всегда ели и пили. Значит, это отрасли продовольствия и магазины, которые это могут продать. Значит, эти, те, которые наверняка в проигрыше не будет никак, но что-то остальных поживем увидим. Я надеюсь, что проигравших у нас в Латвии будет очень мало. Я надеюсь, что это так оно будет, что у нас предприниматели все-таки находчивы. Они, значит, вытащат какие-то новые идеи и что-то сделают, и все будет нормально. И, значит, у людей будут рабочие места, а у государства будет налоги. С чего опять там делать то или иное, или другое. Значит, а если мы смотрим, я бы не хотел, чтобы в Латвии вводили режим, который был введен в Москве. Извините, я бы не хотел, чтобы я могу выйти только по пропуску по телефону. Извините, я бы этого не хотел. В ближайший магазин? Да. Или аптекист. Но в Иссане было то же самое. Да, и в Италии было то же самое. Так что я надеюсь, что такого у нас не будет, и об этом надо помнить. То, что мы не можем никак поладить отношения, значит, с теми, у которых имеются грузы, что через нами проводить. Это наверняка, там надо вопрос брать, во-первых, сколько стоит эта перевалка через наш порт. Почему? Потому что, значит, в Литве, в Клайпеде, там же очень много грузов, а у нас что-то упало. Почему? У них есть, а у нас нет. Значит, это тоже надо вопрос. И там наверняка будет не только политические вопросы, там наверняка будет экономическая выгода. И, возможно, еще какие-то нюансы, которые мы сегодня не говорим, так что там не только политические нюансы. Ну, это как комментарии к звонюшим. Ну, может быть, в лучшее время правительство затеяло идею со сменой власти в портах. Может быть, это тоже будет оценено через какое-то время так же, как защитка. А как смена власти, смена в портах, как, значит, изменила поток транзита? Потому что, значит, руководство порта любого, они же прямым образом не занимаются транзитным перевозком. Они не устанавливают тариф, по которому по железной дороге будет перевезти. Они не устанавливают тариф, по которому истивидорная компания будет это, значит, выгружать и согрушать. Ну, все-таки санкции Генберга сильно напугали перевозчиков, которые ехали через Венспилс. Ну, ладно. А сколько таких, значит, транзитторов из Венспилс пропало? Ну, это даже сейчас второстепенный вопрос, потому что первостепенный вопрос, что вообще грузы из России не идут в Европу. И, соответственно, очень мало грузов из Европы идут обратно на восток. Это глобальный вопрос, и это второстепенный вопрос, какие гиганты мысли посажены на какие кресла в латвийских портах. А вот главная беда, что потихоньку затормаживает вся глобальная мировая торговля и транспорт. И вот это серьезно. И мы все-таки здесь не устанавливаем свои правила, мы просто, ну, как бы маленько… Подстраиваемся под них. Да, именно. И, соответственно, если там не будет роста и не будет экспорта и импорт на больших, крупнейших рынках мира, соответственно, ну, а мир, в котором мы находимся, это Россия и Европа. То есть, мы, естественно, будем в проигрыше. Наша экономика от этого будет только как бы… Страдать. Страдать в проигрыше. Смотрите, значит, если у нас было раньше очень много угля, которые мы перегружали, да, если в Европе падает спрос на уголь, ну, теплая зима, есть разные… Альтернативы. Альтернативы. Так, значит, уголь тоже через нас не пройдет. Будет ли он вообще? Ну, наверняка, что-то будет перегружаться, но насчет таких объемов там уже трудно, да. Но и опять это означает, что надо думать насчет новых грузов. Вот и все. Спасибо. У нас в эфире сегодня были присяжный адвокат Янис Зелманис и журналист «Энос бизнес» Марис Терзанс. Спасибо слушателям за то, что вы звонили в эфир и было много звонков, которые мы не успели еще принять. Тоже были, да? Что? Мы не все приняли. Мы не все приняли, да, к сожалению. Спасибо вам за участие. Программу провела Людмила Прибыльская и звукорежиссер студии Евгений Копеин. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.